В прошлый раз мы с вами начали разбирать путь молитвы и абсолютной предности Всевышнему и говорили о том, что молитва сама по себе искренняя молитва. Если вы ее творите действительно искренне, ничего не требуя от Господа, просто отдавая или стремясь отдать себя Ему и благодарить Его за все, что с вами происходит, вот такая молитва, она что делает? Она открывает дорогу к вашему сердцу, то есть по сути она разогревает вашу душу, разогревает ваше сердце и дает возможность притягивать Ему ту самую нисходящую Божественную силу, которая и творит всю работу, всю трансформирующую работу в нашем существе. То есть сам по себе путь сознательной духовной эволюции в целом это путь, который не требует от нас никаких усилий, собственно говоря, усилий наших волевых, а требует от нас определенной дисциплины на первых порах для того, чтобы установить контакт с нисходящей Божественной силой. Всю остальную работу сил делает сама. Мы по возможности, это кажется очень сложно, должны быть просто наблюдателями того, что с нами происходит. Это вообще удивительная вещь, когда от нас мало что требуется, от нас требуется только наблюдать за тем, что с нами делает та сила, которой мы сознательно открылись. И вот путь молитвы, это путь, мы в прошлый раз с вами говорили, который подходит изначально для реализации тем людям, которые имеют в себе такое искреннее сердечное стремление без всяких вопросов предаться в руки Божественной воли. То есть не требуя ничего, не пытаясь что-то выторговать для себя, для своих близких, мало кто на самом деле такую позицию занимает. Но многие очень легко бросаются для реализации этого пути, думают, что повторение каких-то молитвенных слов чужих источников из молитвы слов даст им возможность в духовном плане какие-то подвижки внутренние совершить. Но это далеко не так. Ну мы говорили о молитве и говорили о практике бдительности сознания, что сознание наше должно быть бдительным. То есть мы должны видеть всё, что в него входит, любые импульсы, которые входят в нас извне, и всё, что пытается, пытается в нас реализоваться. То есть вот этот процесс переработки той информации, которая поступает в наше сознание с санкцией или напротив запрещением выхода словам, речи, например, действием, каким-то поступком. Вот этот процесс должен быть у нас постоянно, постоянно на виду, постоянно на контроле, чтобы мы не делали с вами больших и малых глупостей, которыми полнится вся человеческая жизнь. Итак, молитва открывает сердце, разогревает сердце, открывает в нём огонь, бодрствующее сознание, сознание, которое присутствует в реальном моменте времени, это сознание, которое, по сути, открывает поток, даёт возможность находиться нам в реальном времени, здесь, сейчас, и этот поток притягивается магнитом сердца. А начинать работу, сознательную работу на пути молитвенного постижения Господа, в прошлый раз мы с вами уже говорили, надо же покаяние, сырское неупокаяние, поскольку, когда говорят о наших с вами греках, о наших с вами непотребствах, которые мы по жизни совершенно не задумываясь совершаем, то они являются производными одного единственного и главного греха, который в нас, ну, по сути, с самого рождения присутствует. Этот грех, это грех отпадения от Господа, забвение его. Я думаю, что, наверное, понятно, что все остальные грехи, так называемые, они просто проистекают именно из этого главного греха. Так вот, необходимым, очень мощным элементом, сейчас мы будем говорить о покаянии, необходимым, очень мощным элементом интегральной работы на пути молитвы абсолютной преданности Всевышнему является как раз искреннее покаяние или раскаяние. Страстным проповедником покаяния был Иоанн Креститель. Помните, в Евангелии его явление так описано. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя покаяние для прощения грехов. Так вот, искреннее покаяние – это очистительный акт, внутренний очистительный акт, составляющий человека обратиться к тайникам своей души. И, смирив гордыню, признать свои ошибки, и признать, в частности, свою главную ошибку – это отпадение от Господа. Порою бывает сделать это очень трудно, но это необходимые условия для продвижения по пути сознательной духовной эволюции. Покаяние, которое имел в виду пророк Иоанн – это, прежде всего, признание своей неправоты в отношении Всевышнего, в забвении его. Именно к такому покаянию он призывал всех крестившихся у него. Это было основной его целью, то есть сообщить людям важность того главного греха, который они несут в себе – это отпадение от Господа, сабвение его. Иоанн говорил фарисеям и саддукеям, которые крестились у него, сотворите достойный плод покаяния. Ну, что значит сотворить достойный плод покаяния? Это означает, что искренность внутренней перемены, что вы действительно решили измениться в этом направлении и признать в себе эту греховность, надо доказывать делами. Не просто слова какие-то говорить, а на деле показать, что это именно так. Дела – это плод словесных заверений разного рода. А формальное покаяние, покаяние на словах, нам согрешил и раскаялся, это пустой звук. Сам акт покаяния должен быть предельно искренним, сердечным, и только тогда, только тогда оно будет действенным. Только тогда оно способно смягчить или полностью нейтрализовать, или растворить кармические последствия содеянного. Иисус также постоянно напоминает окружающим о необходимости покаяния. Он много об этом говорит. Так, находясь в Галилее, он сурово обращается к жителям Галилеи, которые были возмущены убийством в храме своих соплеменников по приказу Пилата во время жертвоприношения. Вот было такое событие кровавое в храме. Иисус, в общем-то, сказал этим людям, они так же дали от него услышать возмущение по поводу того, что свершилось, возмущение по отношению к римским властям. И он сурово им сказал, если не покаетесь, то так же и погибнете. Ну и плюс ко всему, вы, наверное, все помните эту известную притчу, расскаженную Иисусом, притчу о блудном сыне, который вернулся, вернулся к великой радости отца. Вот чей дом после долгих греховных похождений, Ииска, не раскаившись в грехах своих, в общем-то, был встречен отцом с любовью и радостью. То есть, грешник, который совершил всё, что можно, наверное, на греховном поприще, уже ниже никуда упасть не может. По сути, ему надо, или он может, если Ииска не раскается, двигаться только наверх. Вот эта притча о блудном сыне как раз вот об этом и свидетельствует. И, наконец, казнь Спасителя на Голгофе и диалог разбойников, которые распяты по обе стодно от Иисуса. Цитирую. Один из повешенных злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осуждён на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придёшь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Итак, закоренелый разбойник, раскаившись, вспомнил о Боге, целиком признал свою вину в совершённых преступлениях и даже устадил своего коллегу за провокационный выпад в сторону невинно осуждённого Иисуса. И вот эти слова, слова этого разбойника, гибнущего на кресте, в словах этого разбойника, гибнущего на кресте, Иисус почувствовал сердечную искренность, что он действительно раскаивается и ободрил его. Ну а теперь, теперь более подробно поговорим о покаянии или раскаянии, как форме работы на пути сознательной эволюции. Ну, на первых порах, пока бодрствование вашего сознания ещё не стало нормой, случается так, что какая-то нежелательная вибрация, какой-то нежелательный импульс проскочил в ваше активное сознание и проявил себя. Проявил себя, ну, каким-то непотребным образом. Например, вы разгневались, разгневались, то есть в вас вспыхнул гнев, лекарство, лекарство от этого, это искрое непокаяние. То есть вы признаёте свою неправоту, разгневались вы, и никогда не объясняйте, не объясняйте, не пытайтесь объяснить свой гнев или своё возмущение какими-то внешними обстоятельствами, действиями других людей, поскольку разгневались вы. Вас, бацилла гнева. То есть вот это признание своей неправоты, оно как раз и есть акт покаяния, или акт раскаяния. Так вот акт покаяния, это отнюдь не угрызение совести, такое болезненное угрызение совести, ах, я вот такой сякой, что же я наделал. Вот, это отнюдь не самобичевание, это не моральная категория. Мораль, как известно, гнездится где-то, только в нашем уме, а покаяние проистекает, или искание не раскаяния проистекает из глубин нашей истинной сущности. Вот именно оттуда, оттуда должно исходить ваше покаяние. Без всякого угрызения совести, просто вы честно признаете свою правоту в отношении чего-то, в отношении вашей реакции на что-то, в отношении к какому-то человеку. Это надо учиться, учиться делать, уметь это делать. Искреннее сердечное раскаяние снимает все кармические последствия в ваших неблаговидных поступках, не позволяя завязываться к кармическим узлам. Это замечательная вещь, которая не даёт возможность развиваться вот этой греховной кармической цепочке. Но инструмент покаяния эффективен лишь тогда, когда мы совершаем этот поступок импульсивно. А когда мы его лелеем, лелеем помысел о совершении этого поступка, готовим ему, то тогда вы грешите намеренно, и раскаяние не снимает кармической ответственности вашей за совершённый поступок. И постоянное оправдание, как некоторые люди делают это, покаянием намеренно совершённых поступков, тех поступков, которые доставляют людям много бед и боль, это высшая форма, наверное, всё-таки лицемерия. Акт покаяния – это глубокое, ещё раз повторяю, предельно искреннее, сердечное, глубинное осознание своим существом, внутренним существом неблаговидности, совершённого поступка или даже возникшей мысли, возникшего помысла. Поскольку помысел сам по себе тоже имеет силу, то есть это не обязательно ваш поступок, это мысли о каком-то действии, которое относится к категории греховных, что ли, да? Сердечное осознание необходимо заключить коротким диалогом с Господом. Вы признали это для себя, и как бы вступая с ним в диалог, вы признаёте ему в своей неправоте. Признаёте в том, что вы неправы, что вы неправы. Именно на пике осознания неправоты, совершённого вами, происходит мгновенное раскаяние с выделением обязательно сердечной энергии или тепла внутреннего, которое и растворяет все кармические последствия содеи. Но это не холодное признание своей неправоты, а это то, что действительно дает вам возможность почувствовать ответную реакцию вашей истинной сущности. Искреннее сердечное раскаяние обычно вызывает у раскаявшегося глубинную психическую реакцию с выделением тонкого внутреннего тепла. При этом нередко слёзы, но это не фальшивые эмоциональные слёзы, а воистину очистительные слёзы. Когда душа перекрывается теплом, в молитве это может быть и в искреннем покаянии, то тогда могут непроизвольно появиться слёзы. И некоторые люди, удивляясь на самих себя, вроде бы волевые и с железным характером, вот в такие моменты, когда действительно обращаются они Господа, либо в искреннем молитве, либо в части покаяния, они говорят, что у них действительно появляются слёзы. Тогда становится понятным, что все великие христианские праведники в своей работе на пути молитвы и на пути молитвы на постижение Всевышнего, ну, обливались, как они говорят, слезами в моменты, когда действительно их душа была согрета внутренним теплом. Слёзы это роса души, это роса души. Если у вас есть возможность покаяться в совершённом поступке, в присутствии человека, перед которым вы чувствуете себя виноватым, не всегда это обязательно, не всегда. Но если есть такая возможность, и вы чувствуете, что это надо сделать, то его можно просто обнять, пожать ему руку и прямо признаться в том, что вы в своём неблаговерном поступке против него совершённом были абсолютно неправы. Это будет огромной победой для вас. У нас есть замечательные полигоны, это отношения в семье, когда мы зачастую по привычке делаем много глупостей, обижаем своих близких, вот там надо, или есть возможность реально научиться это делать, наверное, да? Знаем мы, такие вещи у нас проскакивают. И обычно акт искреннего покаяния в такой ситуации вызывает очистительные слёзы, это безусловный индикатор вашей искренности. У меня неоднократно в жизни были такие ситуации по поводу всяких разных перипетий. Ну, на работе бывали такие моменты, когда я тоже бывал неправ в ситуации, да, в поле своим эмоций, но я тотчас практически мгновенно признавал свою неправоту. Это действительно было очень важным для меня. И ещё, очень важно прощать людям все кажущиеся прегрешения по отношению к вам, по отношению к вам, что они неправы, поступали и поступают не так, как следовало бы, не держать на них зла, не держать на них обид. И по этому поводу Иисус сказал, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам согрешение ваше. Ну, мы уже говорили, что акт искреннего покаяния – это замечательное средство, которое мгновенно, я подчёркиваю, мгновенно, в момент вашего покаяния, трансмутирует кармические последствия того, что вы совершили. Это идеальная проработка текущей предшествующей кармы. То есть, если есть у вас какие-то кармические долги прошлые, когда вы совершали поступки, сегодня оцениваемые вами как неправые, то вы можете и такую небольшую ревизию в прошлое совершив, признать и неправоту того, что вы когда-то сделали. Не волнуйтесь, если вдруг у вас что-то вылетело автоматически в части каких-то непотребств, не волнуйтесь и не казните себя по этому поводу. В этом нет ничего страшного. Находясь в переходном периоде, то есть в переходном периоде от полубессознательной к сознательной жизни, если можно так выразиться, пока в вашем уме не остановилась абсолютная ровность и эмоциональные сферы ещё не в покое, такое бывает возможным. Важно помнить, что после акта искреннего раскаяния не следует продолжать замаливать всё тот же грех, потому что постоянный возврат к греховному закрепляет в сознании вашем чувство греховности. И это чувство, это очень тонкий такой вариант трансформации этого чувства, это чувство становится хроническим, то есть по сути вы чувствуете себя хронически греховным человеком. Не стоит себя постоянно корить и без конца раскаиваться в ранее совершённых поступках. При этом, правда, не следует впадать и в другую крайность, другую крайность, то есть считать себя абсолютно безгрешным, абсолютно чистым, уже состоявшимся в божественном, вот это тоже не должно вас каким-то образом находить отражение. А хроническое чувство греховности, хроническое чувство греховности открывает прямую дорогу в ваше сознание враждебным силам. То есть враждебная сила атакует вас, поскольку ваше эмоциональное состояние угнетённое как раз и является хорошей питательной средой для них. То есть они начинают вас изматывать, начинают вас вводить в состояние уныния, и вот это чувство хронической греховности, это как раз и есть замечательная питательная среда так называемых бесовских сил. И чтобы прервать кармическую цепочку и нейтрализовать кармические последствия в разного рода неблаговидных поступках, достаточно в каждом конкретном случае, или по поводу каждого конкретного случая, всем своим существом покаянно осознать свою неправоту. То есть просто осознать свою неправоту, и больше ничего не требуется. Больше ничего не требуется, никаких длительных диалогов по этому поводу, никаких, так сказать, сентенций эмоциональных быть не должно. Церковники, церковники постоянно прививают своим прихожанам чувство хронической греховности. Это факт совершенно неоспоримый, и они ссылаются на то, что в противном случае, если этого чувства у человека не будет, то у него проявляется гордыня, то есть то противоположное чувство, которое, дескать, мешает прийти к Господу. Но само по себе чувство хронической греховности – это гораздо более поганое просечие чувства, которое вообще не даёт человеку видеть свет. А Господь этот первый свет надо помнить, да, наверное? А если вы находитесь в унынии, во мраке, во тьме, под атаками враждебных сил, то вы ведёте бесовскую духовную жизнь. Она бесовская, эта духовная жизнь, она не имеет никакого отношения к истинно-духовной жизни. И малейшая греховная чепуха будет всё туже и туже стягивать воспутами греховности. И тогда человек действительно оказывается в прямом смысле зажатым в тупике, где только тьма, сплошная тьма и ни капли света. Постоянно лелеять и подпитывать нудными актами раскаяния и угрызения совести свои грехи – это значит обречь себя на несвободу. Само по себе раскаяние или покаяние должно быть молниеносным, мгновенным. Это как удар беча, что ли. Грех должен мгновенно быть, ошпарен как бы кипятком вашего покаяния. То есть вы сразу, мгновенно льёте огромную энергию на то, что нужно нейтрализовать. Вот искренне, что вы признаёте в себе или свою неправоту по отношению к чему-то или кому-то. А человек, который постоянно умаляет себя в хроническом чувстве греховности, сам того не подозревая пребывает в гордыне. Он в гордыне пребывает, человек этот. Поскольку он культивирует очень тонкое витальное эго. Греховное эго, которое мешает духовной работе. То есть это то самое эго, которое говорит, я такой маленький, я такой несчастный, я такой грешный. Я. Понимаете? Это тонкое уничижительное эго. Тонкое уничижительное эго. Развивается своеобразный мазохизм, болезненное упоение своей греховности. То есть человек вот упивается этой самой греховностью. И невольно он укрепляется в своей исключительности. Греховной исключительности. Чем это? Не гордыня. Вот. Уничижительное, но гордыня. И тогда начинается нытьё. Нытьё. Господи, обрати на меня внимание, на такого маленького, на такого грешного, на такого несчастного, на такого бедного. Помоги мне. Вот такая ситуация. И в жизни такого человечка, в жизни такого человечка, нет радости. Лишь хроническая скорбь и тоска, которая постоянно-постоянно разъедает душу. Надо умолять эго, а не светлое начало в себе. Вот это надо всегда помнить. Эго должно быть умолено, а светлое начало, оно должно проявиться. Церковники же стараются убедить прихожан в том, что они по самые уши замараны грязью. Это удобно, это очень удобно, иначе человек не пойдёт в церковь, не пойдёт на исповеди, не пойдёт, так сказать, замаливать свои грехи. И в результате верующий, по словам Михаила Михайловича Пришвина, превращается в церковных животных, сбивающихся в стадо под ударами греховного беча. Замечательно он это сказал, совершенно, так сказать, образно и точно, наблюдая за тем, что происходит в ограде церкви. Так разве этого хотел Спаситель, разве такими он желал видеть своих учеников, нас с вами, его последователей? Он им говорил, если помните, вы свет мира. Помните его слова? Вы свет мира. Так вот, люди должны обрести Царство Божие на земле, то есть, родиться в духе. Но этого не происходит, прежде всего, из-за чрезмерной любви человечества и отдельных любви. Почему? К скорби. Мы слишком влюблены в скорбь. Вообще, драматизируем всё. От зубной боли до столкновений международных всяких войн. Всё у нас драма. Всё у нас вызывает чувство скорби. И вот это наша ментальная жизнь, это наше бедное ментальное существование. Возможно, Иисус не часто шутил и открыто радовался, но чтобы он был хронически тосклив и мрачен, и призывал своих учеников быть такими же, я никогда не поверю, просто не поверю. Вот такого быть не может. И все истинные христианские праведники, они прежде всего источали свет, обладали замечательным тонким чувством юмора. Это факт. Потому что человек, обретший Господа, он подобен ему. Он видит этот мир не с копищем грязи, он этот мир видит неким театром абсурда, в результате чего, в результате света, этот мир должен быть преобразован, преобразован в нечто принципиально иное, принципиально новое. Ну, в общем-то, то самое мрачное в нашем христианстве, оно пошло со времен Византии. Со времен Византии вся византийская живопись церковная, она очень мрачная, очень тёмная, очень давящая, что ли. И вот хорошо это видно на контрасте двух, так сказать, удивительных художников XIV века, Андрея Рублёва и византийского его коллеги Феофана Грека. Так вот, в своих работах Рублёв прежде всего воспевает свет, он воспевает очистительный свет, свет преображающий. А работа Феофана Грека – это нечто, исходящее из мрака, из того, что действительно делает ощущение этого мира очень тягостным. А поражённый светом мрак, поражённый светом мрак, он не страшен, он выглядит очень-очень жалко, когда он находится, высвящен что ли, вот тем удивительным светом благодати, он не страшен. Теперь поговорим о смирении. Смирение, как самое эффективное средство достижения абсолютной ровности сознания, это основной метод работы на пути молитвы и полной сдачи в руки Всевышнего. Смирение – это ещё и антигордыня. Смирение – это и метод, и цель, и результат духовной работы. Этот метод, который мы используем в работе, смиряемся, это и цель достичь смирения, и результат духовной работы. Это абсолютное смирение, которое полностью позволяет отсечь эгоистическую волю и пребывать в поле божественной воли. Именно поэтому, именно поэтому, в своих беседах, в своих проповедях, Иисус уделяет смирению огромное внимание. Да и сам Он является собой образец смирения и кротости. Вот Он говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Евангельские тексты изобилуют многими примерами и высказываниями Иисуса на тему смирения, на тему абсолютной сдачи в руки Господа. И вот некоторые из них. Блаженно кроткие, ибо они наследуют землю. Именно кроткие, то есть смиренные люди, по заверению Иисуса, и станут семенем нового человечества. Ближайшие ученики Иисуса спорили, такой эпизод в Евангелии имеется, спорили, кто из них больший, кто более продвинут в духовной работе. Иисус, услышав это, сказал им в ответ, кто из вас меньше всех, тот будет велик, меньший слуга всем. Потому он и велик, и показал на маленького ребёнка, показал на маленького ребёнка и сказал, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понятно, наверное, что чем меньше я, чем меньше эго, тем меньше гордыни, тем больше Бога. Яков и Иоанн, братья Заведеевы, сказали Иисусу, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Он ответил им, кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Так вот, служить людям, отдавая себя полностью, полностью главному делу жизни, служить без корысти, без ожидания наград, это, наверное, единственная привилегия, которая имеется у искренних искателей истины. Никаких иных привилегий они не получают. В противном случае, в противном случае, всё делаемое человеком на духовном поприще будет метвой и не пробудет душу. То есть, вот то, что ты делаешь, не должно иметь корысти, оно не должно иметь какой-то корыстной цели, в части и в достижении результата, и видеться и представиться каким-то образом перед людьми, это то, что должно быть полностью исключено. Иисус учил притчу, когда зван будешь, пришедший садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Но речь о том, что искренне умоляющий свавего будет непременно отмечен Господом. И Господь его поместит на то место, в своей, так сказать, божественной иерархии, иерархии сознания, да, на котором он будет приносить максимальную пользу людям, ну и с максимальной пользой для себя. Субтитры создавал DimaTorzok